МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые монеты на территории Украины, тогда еще Киевской Руси, появились в X-XI веках нашей эры. При правлении великого киевского князя Владимира Святославича. Считается, что первые монеты чеканились не на монетном дворе, которого в те годы в Киеве просто не существовало, а в одной из крупных ювелирных мастерских, где изготавливали всевозможные ювелирные украшения, в том числе шейные гривны. От этого слова и пошло название первых монет – гривен. Впрочем, монетами их назвать было нельзя. Выглядело это платежное средство, как продолговатый серебряный слиток, весом 260 граммов. Такие слитки мог заказать себе любой гражданин, который владел серебром. В обращении были также более мелкие слитки. Гривна рубилась пополам, на нее ставились два клейма. Такие полугривенные слитки назывались полтинами. Со временем такие полтины стали археологической редкостью. Известно, что спустя столетия впервые полтина была найдена известным российским историком, археографом и собирателем древностей графом Алексеем Мусиным-Пушкиным. Когда впервые такая половинка стала известна у графа Мусиным-Пушкина, вы, наверное, слыхали слово полку Игоря, это он уже нашел, то сама Екатерина, вторая императрица, которая очень интересовалась российской историей, приезжала к нему домой, подержать подобную вещь диковинку в руках. Киевская гривна перестала существовать в середине XIII века, и платежное средство с подобным названием вновь появилось лишь спустя 800 лет в независимой Украине. Исторически сложилось так, что изготовление денег напрямую зависело от политического строя в стране и от смены правителей. В старину было так – менялся правитель, менялось изображение на платежных средствах. В любой стране, в любое время, когда образуется новое государство или появляется во главе государства какой-то новый правитель, всегда было правилом изображать или герб этого города, этой страны, или лицо этого правителя. И вот особенно на древнеримских монетах мы видим портреты людей, которые правили в то время, не открою ничего нового, хочу сказать то, что раньше не было фотографий в этом великолепном знаке, но были прекрасные художники, прекрасные речники. Вот они на портретах этих правителей, вернее, на этих монетах этих правителей настолько изумительные портреты резали. 24 августа 1991 года наша страна вступила в новую фазу своего развития. Была провозглашена независимость, и перед молодым государством стал вопрос о собственной национальной валюте. В Верховной Раде Украины была создана специальная комиссия, которую возглавлял народный депутат Украины академик Михаил Швайка. Им же была созвана группа художников, которым была поручена разработать дизайн денежных знаков. На совместном заседании членов комиссии Верховной Рады представители Нацбанка Украины и художников были определены исторические личности, портреты которых должны были присутствовать на банкнотах. Были различные предложения по названию национальной валюты, среди которых Корбованец, украинский доллар. Но по настоянию академика Швайки все-таки остановились на древнем названии – гривня, которое когда-то было в Киевской Руси. Была создана группа из очень известных художников. Мало того, был организован конкурс, и 11-го числа итоги конкурса рассматривались бывшим председателем Верховного Совета Украины Леонидом Гравчуком. Когда он проходил мимо всех этих разработок дизайна гривны, он остановился у одной из гривен и сказал «Отце будем рабыть». Это как раз была работа заслуженного художника Василия Ивановича Лопата и Максимова, дизайнер. Василий Иванович Лопата рисовал портреты и архитектурные пейзажи. Дизайнер разрабатывал цветовую гамму, шрифты, буквы, цифры и так далее и тому подобное. Кстати, победительницей в том конкурсе была пятигривенная купюра с изображением Богдана Хмельницкого. Победители конкурса Василий Лопата и Борис Максимов получили заказ на разработку дизайна всех остальных банкнот. Первые украинские бумажные деньги печатали с Канады. Туда же были командированы и авторы, художник и дизайнер. Позже печатание денег продолжилось в Великобритании. Правда, не обошлось без недоразумений. Во-первых, Украина никогда до этого не чеканила, не печатала ничего. И упустили самое главное. Вот представьте себе, поехали за границу печатать дизайн, все сделали. Печатать бумажные деньги. Приехали туда, начали готовиться к печати. Спрашивают у них, а где же ваш герб? Герб-то они не поместили. Почему не поместили? Потому что не знали, что еще герб не был официально признан. Поэтому Швайков взял на себя ответственность и решил поместить трезубец как филигрань, то есть водяной знак. Трезуб, как и название современных украинских денег, достался нам в наследство от Киевской Руси. Трезуб присутствовал на родовом гербе князя Владимира. После утверждения Верховной Рады этого символа в качестве малого герба Украины, пришла очередь чеканки украинских монет. Названий было предложено множество – стотинки, гроши, копы. А у нас были монеты издревле, которые назывались копейками. Копейками. Вот именно копейки. И дали нам название первым украинским монетам. Одновременно с конкурсом на лучший дизайн украинских денег между предприятиями страны был объявлен тендер на право размещения первого в истории Украины монетного двора. Тендер завершился в конце 1991 года, а победителем стал Луганский станкостроительный завод. Таким образом, именно в нашем городе расположился первый монетный двор независимой Украины. В это время чуть ли не условие Международного банка и так далее было, что надо разоружаться. Тогда модно было любым странам разоружаться. То есть заказ, как говорится, на изготовление военного снаряжения прошел, пошел на спад. Надо было чем-то его заменять. И мы как раз приняли участие в тендере на размещение монет. И мало того, я сколько раз слыхал, некоторые люди, особенно коллекционеры, говорили, что мы, Луганский завод, победил в тендере благодаря деньгам. Честно говоря, если бы я не занимался этими вещами, я бы, может быть, и поверил бы товарищу. Но еще раз говорю, и денег в заводе тогда лишних не было, надо дать кому-то взятку. Только благодаря тому, что у нас были прекрасные специалисты. Мало того, многие станки можно было переделать. То есть технология изготовления патронов, это оно так и называлось, сверхмассовое товар, сверхмассовое изготовление. Там же щеканка в минуту сотни ударов в темпеле. И щеканка изготовления при изготовлении монет почти одна и та же. Многие станки мы переделывали свои для изготовления монеты. Известно, что правление Луганского завода уже предлагало украинскому правительству свои услуги по чеканке монет. Но только в далеком 1918 году, поскольку на Луганском патронном заводе было необходимое количество станков штамповального типа, большой запас ленточной латуни и квалифицированные граверы. Тогда эта инициатива так и осталась на бумаге. Монетному двору в Луганске суждено было заработать спустя почти 70 лет. За это время Луганский станкостроительный завод стал одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности страны и был среди лидеров отечественного станкостроения. Победив в конкурсе на размещение монетного двора Украины, заводчане приступили к реконструкции части производства в изготовлении монет. Чеканку национальной монеты планировалось начать с конца мая 1992 года. Предполагалось, что цеха завода станут временным помещением. Необходимо было построить отдельно стоящее постоянное здание монетного двора. Проект объекта на улице Почтовой был утвержден и даже были снесены 4 старых дома. К сожалению, здание монетного двора так никогда не было построено. Производство монет по приказу Нацбанка было засекречено. Слово «монета» даже не использовалось в документах завода. Вместо него употреблялось слово «метис». Для изучения нового производства специалисты завода были командированы Великобританию и Германию. Тем временем был разработан и дизайн новой украинской монеты. Центральным элементом Аверса стал герб Украины. По обе стороны трезутся колосья пшеницы, как символ достатка, а дубовые листья – символ сила народа. С обратной стороны было решено разместить калину, которая всегда была символом Украины. Среди множества наименований для новой монеты лидером было название «шаг». И именно дизайн такой монеты первым поступил в работу на Луганский станкостроительный завод. Сделав дизайн шагов украинских, они были отправлены, эти дизайн шагов, на Луганский станкостроительный завод, на первый монетный двор Украины. Не успели они прийти, как из Верховной Рады, сюда звонок. Так и так, название не прошло, будем менять. И вот этот дизайн первых шагов был спрятан в сейф за семью печатями. Об этом никто ничего не знал. Ну, это военная тайна. Тем более завод-то, извините, был военный, патронный завод. Освоение монетного производства было очень нелегким делом, ведь начинали практически с нуля. Заводчанам помогал их опыт, поскольку на заводе умели качественно чеканить медали и нагрудные знаки. Работники завода ездили на учебу и пробовали знания на практике. Осваивали новое оборудование для чеканки монет, которое поступило из Германии. Наши заводчане стали первыми специалистами в Украине, которые были у стоков становления монетного производства. Считалось, что на подготовительный этап для чеканки монет понадобится год, а специалисты Луганского станкостроительного завода были готовы уже через 9 месяцев. 29 сентября 1992 года на Луганском станкостроительном заводе должно было состояться крупное совещание, на котором представители Минпрома и заводов-поставщиков должны были рассмотреть вопрос о ходе подготовки производства монет. И заводчане решили приготовить сюрприз – отчеканить первую в истории Украины монету. И появилась первая 25-копечная монета. Это было большой радостью для заводчан, которые были причастны к этой сложной работе. И долгие месяцы методом проб и ошибок продвигались к изготовлению качественной монеты. Было отчеканено несколько пробных монет, и заводчане даже выпили по 100 граммов с тостом за первенцев монетного двора. После чего монеты были переданы участникам совещания, которые оказались довольны результатом. То есть 29 сентября 1992 году наладчик Виталий Федорович Харитонов отчеканил первую в истории независимой Украины монету номиналом в 25 копеек. Но дело в том, что мы тогда еще не знали, как изготавливать насечку на гортах монет. Не было еще насечек. Поэтому первые монеты эти были без насечек. То есть мы знали великолепно, что они не пойдут, но деваться некуда, надо было. 15 октября 1992 года на завод прибыла комиссия, которая проверила уровень подготовленности производства и качество монет. Получив одобрение, заводчане начали регулярную чеканку украинской монеты. К сожалению, просуществовал Луганский монетный двор недолго, всего лишь 5 лет. В начале 1997 года станки были вывезены на Киевский монетный двор. Об этом до сих пор с боли вспоминают все те, кто был причастен к этому тяжелому и ответственному делу – становлению монетного производства в Луганске. Все эти 5 лет специалисты Луганского станкостроительного завода достойно справлялись со своей задачей. И завод остался в истории Украины первым монетным двором. Субтитры создавал DimaTorzok